Всем привет! Да, на скучных технических докладах тоже, оказывается, может быть, немножечко людей. Смотрите, чего тут нету в слайдах, сейчас озвучу на словах. Смысловая нагрузка данного доклада. План А, вы поняли, что такое GitOps. План Б, вы пошли имплементить GitOps у себя в CI-CD на Кубернетисе. Так, ну, давайте начинать. Тут план, что мы делаем. Я думаю, что мы попытаемся затаймбоксить, быстренько слайды прокликать и минут 15 посвятить демкам, а потом 10 минут вопросы. Да, кто я такой, собственно. Меня зовут Игорь. У меня только скучные технические доклады. Не бывает там по культуре ничего. Не приходите, если вы думаете, что вы услышите что-то по культуре. Я инфраструктурный уборщик в Dream Team. Еще я член кружка, особого кружка по интересам Qualification. Что мы делаем, не спрашивайте. Можете зайти к нам на GitHub посмотреть, чем мы там занимаемся. У меня нет ни блога, ни телеграма, ни YouTube канала. Короче, не очень публичная персона. Иногда консультирую в свободное от работы время людей за деньги. Или можете прийти в Slack, УкрОпс, зайти в канал Slash Kubernetes, и я вас там проконсультирую. Может быть неприятно в конце. Еще я коавтор. Вот сидит Олег Миколаевиченко. Напомнил, что я что-то писал про DevOps-факторы. Можете зайти почитать. Там, собственно, такие столбы. Столбы мироздания. Если вы прочитаете, вы поймете, почему люди делают так, а не иначе. Да. Итак, самая главная часть доклада. Что такое GitOps? Итак, что такое GitOps? Это версионированный CICD поверх вашей декларативной инфраструктуры. Это тот же самый development flow, что используют девелоперы для написания кода. Точно такой же flow используется для CICD. CICD опционально. Дальше. Ваш полный state всех ваших дипломентов находится в вашей инфраструктурном репозитории, включая версии имиджей, версии хелмчартов, все values. Все, что не секьюрно, должно находиться в одном unified репозитории, ну или в нескольких. Ну, желательно начинать сен в монорепке. И суть-то в том, что просто имея ваш state в репозитории, этот state не станет стейтом вашей инфраструктуры. То есть вам нужен еще какой-то контроллер или оператор. Кстати, поднимите руки, кто вчера был на обсуждении кубернетис операторов. О, офигенно. Спасибо. То есть вы сейчас будете лучше понимать, что происходит. Вам нужен оператор, который desired state, который у вас находится в репозитории, будет приводить, собственно, к текущему стейту ваших дипломентов. Почему вообще стоит использовать GitOps? Во-первых, вы не должны релаться на какие-то версии ревиженов ваших релизов в хелма. Вы не должны релаться на build.id в Jenkins. Вы не должны релаться на generation и ревизии ваших там реплика-сетов или дипломентов в кубернетисе. Там обычно последние 10 хранятся. Каждый state, каждое изменение state, каждый новый дипломент, каждое изменение вашей инфраструктуры должно или это плюс, оно будет трекаться в Git. То есть любое изменение версии, любое изменение конфига, любое изменение какой-то values, конфигурационной опции, оно будет все в одном Git-репозитории. Соответственно, вы легко можете идентифицировать, что было задеплоено и изменено когда. И в крайнем случае у вас всегда есть абсолютно те же тулзы, которые используют девелоперы в своем коде. Git-реверт, черепик, там что угодно, то, что люди любят делать, можно использовать благодаря этому подходу. И один из главных бенефитов – это security. То есть из коробки у вас лучше security, чем если бы вы просто деплоили с вашей CI-CD pipeline и что-то в Kubernetes cluster. У вас, ваш CI-CD сервер не должен иметь доступа ко всем вашим кластерам Kubernetes условным, в которые вы хотите деплоить ваш код. И также девелоперы тоже не должны иметь доступа, чтобы деплоить что-то вручную. Если у вас есть какие-то корнер-кейсы, вы хотите накатить локально что-то в кубер, вам не нужно иметь креденшила в сам кубер, вам нужны креденшила, чтобы запушить в Git-репозиторий. Ну и еще там есть advanced check-и, типа давайте проверим вашу GPG-подпись. Все это тоже поддерживается всеми мейнстримовыми CI-CD-тулзами для GitOps. Окей, ну это такая пафосная звучащая фраза. Да, каждый раз, когда вы меняете state ваших деплоиментов в вашем environment-репозитории, вы можете не просто пушить код, а делать pull request. Это уже зависит, опять же, от специфик ваших flow. Но в идеального мира промоушен, например, из dev в staging, это должен быть pull request, который достанет все значения из dev и сделает pull request в staging, и кто-то другой должен будет это заревьювать, заапрувать, иметь в виду, понимать, что происходит, и смерчить это в следующую бранчу, если у вас мультибранч какой-то workflow. Ну и самое тоже интересное, что может быть у вас с terraform, и скорее всего не может быть с полноценным GitOps, у вас нету state-дрифтов. То, что, наверное, Ярослав рассказывал про автохилинг, тут тоже работает. По сути, если вы что-то поменяли руками, GitOps контроллер, в общем-то, будет watch'ить все ваши ресурсы, которые вы поменяли руками, и убирать state-дрифт автоматически. Хорошо это или плохо, это опциональная штука, но просто increased value. Окей, дальше еще есть такой термин CIOps. Это разные умные дядьки в маркетинговых целях придумали очень много умных слов, но для меня лично трактовка CIOps – это такой прото-GitOps, это то, что у вас до GitOps. У вас есть некие скрипты на CI-CD сервере, которые, в общем-то, делают то же самое, что GitOps, только написаны на баше, то есть там нету тестов, нету интеграционных тестов, вы думаете, что это работает, у вас есть credential и UCI-CD сервера, чтобы сделать ваш дипломинг, чтобы поменять state вашей инфраструктуры, и вы это просто раните в своих пайплайнах. Соответственно, GitOps – это уже следующая стадия, когда у вас есть pull-реквесты, вы делаете pull-реквесты в ваш инфраструктурный репозиторий автоматически или вручную, он децентрализован на один Kubernetes кластер или даже на один Kubernetes namespace вы можете иметь один контроллер с доступом только к этому кластеру или только к этому namespace. Таким образом, вам не нужно иметь ни connectivity от CI-CD сервера к вашему Kubernetes кластеру, ни credential к этому Kubernetes кластеру, все работает. Соответственно, если у вас сломается CI-CD сервер, вы не сможете деплоить никуда. Если у вас сломается один контроллер, вы не сможете деплоить в один namespace или один Kubernetes кластер. Соответственно, blast radius тоже уменьшается, если у вас такая модель работы. Ну и самая главная фича, все это происходит благодаря контроллеру. Не баш-скрипты, не седики поверх Kubernetes манифестов, все полностью покрыто контроллером, который делает reconciliation loop в вашей инфраструктуре. Окей, один из самых важных слайдов, единственная диаграммка. Мы видим, как DevOps и девелоперы, выберите, какая аватарка вам больше подходит, пушат продуктовый код в репозитории с продуктовым кодом, когда он там оказывается… Ладно, я буду это делать. Да, смотрите, когда код оказывается в вашем продуктовом репозитории, продуктовый репозиторий триггерит, соответственно, шлет вебхук в CI-CD сервер, CI-CD сервер билдит наш артефакт, неважно, что это, там, maven, docker image, пушат этот docker image, и в свою сторону… Ну, тут показано, что это параллельный степ, но на самом деле нам сначала сбилдить надо артефакт, а потом подготовить коммит в нашу environment monorepo условно с бампом этого docker image. Соответственно, это работает так же само с helm-чартами. Вы можете строить helm-чарты в репозитории со своим продуктовым кодом, в другом репозитории. Можете иметь один helm-чарт, который деплоит все ваши аппликейшены. Можно иметь один для каждого, но суть та же самая. Мы билдим, пушим, делаем тесты нашего кода, CI-CD сервер билдит артефакт, готовый, например, helm-чарт, и пушит апдейт helm-чарта в наш environment repo, коммитом или pull request, как кому нравится. Соответственно, дальше у нас в цепочке стоит GitOps контроллер, который, скорее всего, будет крутиться в вашем кубернете, но, опять же, это не обязательно, это просто удобно. И наш environment repo шлет веб-хуки GitOps контроллеру, или GitOps контроллер одновременно и принимает веб-хуки, и полит environment repo, и понимает, что все, state нашего environment поменялся, пора приводить desired state к текущему стейту в кубернете с кластеру. И это называется indefinite reconciliation loop. То есть мы постоянно вотчим объекты, соответственно, как работает self-heal в данной ситуации. Здесь ничего не поменялось. Мы вотчим абсолютно все объекты, которые мы овним. GitOps контроллер помечает овн-референсом, что мы овним все объекты в кубернетисе, которые мы задеплоили. Если кто-то пойдет руками или что-то пойдет руками, поменяет этот объект, он получит ивент от кубернетиса пишки и вернет вам state, который находится вот здесь. Надеюсь, более-менее понятно. Да, текущий state GitOps в кубернетисе. Сейчас будем сравнивать 999 всех тулзов на рынке, но нет. Опять же, мой личный экспириенс и мое личное мнение, что есть V-Flux, есть Argo CD, все остальное не нужно. Кто там любит киллы, они больше не про general purpose, а про покрыть какой-то один кейс, супер узкий кейс, скорее всего это будет pet project, ну это не production ready. Две general purpose production ready тулзы – это V-Flux и Argo CD. Примерно 75% функциональностей у них похожи. Первые, естественно, начали девелопить V-Flux, потом Intuit подхватили, развили идею и начали пилить Argo CD. Но также у них есть огромное количество всяких своих уникальных фичей, о которых мы сейчас поговорим. По сути, V-Flux – это тулза для одного purpose. Она не имеет никаких там enterprise-grade дополнительных модулей для авторизации, аутентификации, каких-то поддержки миллион плагинов. Она поддерживает ванильные YAML-манифесты кубернетиса и хелм-чарты. Она делает sync всего репозитория. Также какой-то UI у них в вив-клауде имеется, то есть managed solution, UI-ки open-source нету, какой-то официально поддерживаемый. CLI-ка идет отдельной тулзой. Уникальная фича флакса, которая, в общем-то, имеется и у KIL, если кто знает, что такое KIL, он умеет полить Docker registry, доставать апдейты имиджей и пушить их обратно в Git-репозиторий. Но это все сделано… Оно сделано так, что оно, в общем-то, enforcit вам какой-то флоу. Я, например, предпочитаю делать то же самое руками, делать pull request или делать commit или делать какие-то там процедуры под подписи данной чинжи по релиз-менеджмент процессу. То есть флакс каких-то advanced вещей не поддерживает. Но, опять же, он расширяемый. Мы можем заюзать флэгер, который тоже из экосистемы VIV, который делает Canary и Blue Green Deploy. Мы можем подключить даже GitHub Actions, мы можем подключить там OpenFaas, можем подключить что угодно. Суперпростая архитектура, тулза для одной цели расширяется другими тулзами и другие тулзы просто easy интегрируются с ней. Argo CD в своем, в этом случае, такой монстр. У него, во-первых, гранулярные синки. Вы можете передать репозиторию и директорию и указать там какой-то definition application, а он будет синкать гранулярнее, чем VIV. Он поддерживает Helm, но без Helm. То есть все люди, которые используют Helm, чтобы сделать Helm-темплейт kubectl apply, вот здесь под капотом мы это делаем. Можно вообще использовать любой configuration management плагин для кубернетиса, который вы можете себе представить. Вчера ночью после беседы с сотрудником Pulumi, я хотел завести Pulumi, не получилось. У них там Pulumi не может пока отрендерить и выплюнуть готовый JSON или YAML, который можно скормить kubectl. Но я буду показывать другой интересный кейс. Поддерживается Customize, Helm, JSON.net, там KSN.net, все из коробки можно использовать. Единственное, сразу про минус. Они всю эту штуку пихают себе в intree. То есть у них запинены версии Helm, запинены версии KSN.net, все дополнительные тулзы, которые они юзают, нужно будет бампать, форкать их проект, если вам надо срочно обновить версию Helm клиента, который рендерит темплейт, если вы нашли какую-то критическую багу. Ну так, там есть UI, там есть CLI. Все это не про GitOps, это все про зайти и накликать в императивном стиле, поэтому, наверное, крутая штука для всяких там менеджеров, которые спрашивают, а как у нас выглядит инфраструктура данного аппликейшена. Вы открываете UI, там красивые графики в стиле вивскоуп нарисовано, что откуда, диплоймент в реплика, сет в под, сервис в ingress, все красивенько нарисовано, зачем-то даже нужно. Соответственно, granular access control с SSO с помощью DEX или другого OpenID провайдера, который вы можете себе завести вместо DEX, это для UI и CLI. То есть, соответственно, если ваш стейт хранится в GitHub, вы менеджите доступ, кто имеет право, что делать в вашем инварименте с помощью GitHub. CLI и UI про DEX и SSO интеграцию. Multi-tenancy. Вы можете одним контроллером менеджить 10 кластеров, передайте kube-конфиги легко. Вы можете менеджить одним контроллером один кластер, вы можете менеджить одним контроллером один namespace. Все то же самое, что можно делать хелмом и тиллером, только почему-то многие этого не делают. Люди спрашивают, зачем нам такой overhead, зачем нам в каждом namespace свой тиллер? Ну, например, чтобы если вас похачили в одном namespace, в другом namespace, вы все еще могли дальше функционировать, пока не дойдут до следующего. Почти reliable архитектура, почти все HA, все, что не HA, не нужно, чтобы было HA, если так вкратце объяснить. Там под капотом для кэширования используется Redis, соответственно, Redis можете притащить в свой Redis-кластер, можно задеплойить в кубернете с Redis-кластер каким-то хелмчартом-оператором, там ничего сложного нету. Ну, в общем-то, все это stateless. Argo CD управляется секретами и конфиг-мапами. Окей, ну и всякие плюшечки, фишечки под капотом у Argo CD, про которые мы сейчас быстро прокликаем, поговорим. А, ну и самое главное, я забыл, пока я готовил презентацию, мне пришлось выбросить полпрезентации в мусорку. Я там сравнивал еще дальше Argo CD и Flux. Но недавно вышла новость о том, что Intuit и Vivo объединяют усилия для того, чтобы смержить кодбейс, Flux и Argo CD в одну ультимативную тулзовину. И, наконец-то, сотрудниками KS можно будет своим клиентам впаривать одну тулзу для всего сразу. Они очень рады, они сказали, парни, мы присоединяемся, будем делиться нашими практиками, и мы запилим ультимативный GitOps-оператор, которым будем повелевать всем миром. И они уходят в CNCF с этим. Да, об этом мы уже тоже поговорили. Да, и, кстати, уже у них есть в репозитории с Argo CD, GitOps-Engine, можете посмотреть, док нету, код непонятный, что там вообще происходит. Какой-то код уже есть, это просто свидетельствует о том, что чуваки не просто сделали манифест мы хотим, а и начали что-то пилить. Окей, дальше. Argo CD в деталях. Сейчас будет куча стена текста, но я сейчас быстро прокликаю, чтобы было время на демки. Да, и, собственно, суть этого всего, я за вас прочитал доки, вам читать доки не обязательно. Да. Opinionated – самая крутая туза для GitOps в Kubernetes на данный момент. Полностью automated lifecycle management ваших аппликейшенов, включая фичи типа prune, которых нету, да, там, из-под капота в каком-нибудь там, наверное, хелме или кубCTL, можно делать prune, но, короче, у Argo CD prune из коробки. Если вы удаляете какой-то ресурс, который он менеджит из environment-репки, он удаляется, поэтому осторожней с этим. И также есть self-healing. Это прям настройки каждого аппликейшена. Вы можете включить self-healing, если вы… Все работает наоборот. Если вы удаляете ресурс, который все еще есть в стейте, который мониторит Argo CD, Argo CD его вам назад передеплойт. Опять же, мануальный хенджоб, если вы хотите что-то быстро пофиксить, придется инфорсить полиси, типа сначала меняем это в коде и ждем, пока Argo CD это зареконсайлит, а не идем и делаем ковбой кубCTL edit, или что люди обычно делают на продакшене. Да. За девелопинг большой компанией Intuit используется в продакшене у других людей. Вы можете зайти к ним в доку, получить полный список. Там две трети компании мне незнакомые. Я нашел там знакомое название компании, почитал у них кейсы Argo CD. Выглядит круто, используется в прозе. Все сидят полностью на GitOps, никаких там кубCTL apply в Jenkins pipeline, ничего такого нет. Компании, видите, Mirantis недавно купил докер, они что-то знают, наверное. Так, дальше из фичей. У нас нету хелма, у нас нету тиллера, но у нас есть фичи хелма, которые добавляют немножечко императивности в мир декларативности. У нас есть хуки, которые ванило поддерживаются у хелма, есть еще дополнительные хуки, которые Argo CD себе прикрутил в придачу к хелм-хукам. И есть штуки, которые называются синквейвы, которые просто этот концепт расширяют и дают возможность, условно говоря, задавать порядок диплоймента всех ваших ресурсов, которые просто декларативно описаны в environment-репозитории. Мы дальше, возможно, в демке успеем увидеть, как это на практике работает, какими-то hello world. Да, и еще есть интересная фича – автомагический менеджмент CRD. Кто возился с хелмом и диплойментом всяких операторов, которые требовали сначала диплоймента CRD? Да, тут вроде как все работает из коробки. Вы передаете до кучи просто CRD-шки, вы передаете ресурсы, которые из этих CRD-шек хотят создавать вам уже ресурсы кубернетиса, и Argo CD знает, что надо сначала задеплойт. Все CRD-шки подождать, пока они станут ready, и только потом диплойт все остальное. Это работает. Там код, конечно, лучше не смотреть, как это работает, но это работает. Супер гранулярные пермишины, но опять это все работает для CLI и UI. Например, вы хотите своему менеджеру дать доступ в красивую картинку, диаграммку вашей архитектуры, вы даете ему логин, он логинится с помощью своего Azure аккаунта, и он имеет только read-only доступ, он не сможет вам там удалить ресурсы, скажет, а давайте сейчас сделаем chaos engineering и проверим, как работает self-heal функция у Argo CD. Давай я удалю какой-нибудь deployment. Ну, можно очень гранулярно раздавать доступы прямо на уровне проекта. То есть Argo CD, тут нету в слайдах, два основных объекта. Это проект и application, который задеплоится в этот проект. Дальше увидим на практике, как это работает. И самый классный концепт, менеджим Argo CD с помощью Argo CD. То, что я сказал, Argo CD все компоненты stateless, соответственно, все, что нам надо менеджить в идеальном мире 99% времени менять state, это конфиг-мапы и секреты, в которых там доступ в приватные репозитории, токены, доступы в кубернетис, доступы в хелм чарты, в хелм реджисты приватные. Вот, поэтому, да, почему бы и нет. Дальше, что там дальше? Да, концепт, который я буду один из показывать, очень прикольный, потому что у нас хелм без хелма. Мы можем отрендерить хелм темплейт, сделать кубернетис-манифест и накатить поверх какой-нибудь кастомайз или там ksonnet. Поэтому у кого-то были боли, когда вам надо что-то чуть-чуть поменять в стейбл-чарте, и вам приходится форкать его? Три дня, три месяца, да. Поэтому эта штука решает, мы просто говорим, задеплой мне со стейбл-чарта такой-то, такой-то, а поверх накатить там, например, под disruption budget, если вам это нужно. Тоже на практике увидим, как это работает. Да, и самое забавное, тоже забавный концепт, принеси свой собственный менеджмент-плагин. Все, что вам нужно сделать, это зафоркать докер-файл RGCD, насколько я помню, сервер это делает, напихать туда каких-нибудь там ваших личных верфов, да. Кто-то знает, что такое верф? Вот, можно напихать туда, наверное, верф и с помощью верфа рендерить Kubernetes template, который в итоге автомагически RGCD применит. Можно такое делать. Тоже посмотрим, как это делается. Preview envo с помощью мануального синка. Да, все-таки мануальный синк имеет смысл, когда вы ни полингом, ни вебхуками просто мониторите state, а нажимайте где-то кнопочку, чтобы задеплойить какой-то environment. Практического кейса, увы, не будет, но вы можете найти. Есть кейсы, есть комменты, есть ишу, и все в репозиторе RGCD. И то, что уже в третьем хелме завезли луа, оказывается, они были не первые ребята, уже завезли свои кастомные хелс-чеки для ваших кастомных ресурсов с помощью луа. Таким образом, если, например, это нестандартный объект кубернетиса, для всех стандартных есть из коробки хелс-чеки, если это нестандартный объект кубернетиса, вы можете написать скриптики зло, который говорит, пойди в ресурс такой-то, в поле статус, там какой-нибудь health, и мне нужно, чтобы этот health со стрингой green был. Все остальное считать unhealthy и, соответственно, делать логику поверх него. Так, да, ну и с помощью… Недавно они завезли версии 1.3, только зарелизилась, они завезли прямую интеграцию с RGRO-лаут. Это еще один компонент экосистемы RGRO, сейчас о других тоже попытаемся поговорить. С помощью, опять же, луа-вайринга между двумя этими компонентами вы можете деплоить RGRO-лауты, CRD-шки с помощью RGRO-CD, и это работает из коробки. Вам не нужно для этих кастомных ресурсов пилить свои луа-хелс-чеки, они уже для вас это сделали. Да, и вот немножечко про RGRO-лауты. Это прямой, скорее всего, компетитер для флагера. Кто-то знает, что такое флагер? Флагер от VIV, да. Вот я так подозреваю, что все это не будет иметь смысла, когда они смержат свои кодбейсы, но вы поняли, о чем я. И, да, и все это выбросится в мусорку, будет какой-то один флагер слэш RGRO-лаут со всеми топовыми фичами, но пока мы живем с тем, что есть. Я, например, думаю, что раз я уже юзаю RGRO-CD, то, наверное, флагер без какой-то интеграции, которую напилили интуиты для вас, использовать не нужно, поэтому можно начать с RGRO-лауты с коробки. Да, тут опять же принесем немножечко императивности в мир декларативности. Наверное, все знают или почти все знают, какие дипломент-стратегии есть у объекта дипломент, например, в кубернете, да, это там recreate или у stateful set, то есть вы ограничены. Поэтому, по сути, то, что делает RGRO-лаут, он добавляет кастомные объекты, просто добавляя дополнительный дипломент-стратегии. Будет ручной патч, например, у нас описано 5 state of rollout, выкатываем 30%, а потом делаем kubctl патч. Это не совсем, наверное, то, что мы хотим. Это можно сделать pull request, коммитом, опять же, все это поменеджить, но есть другой, более мачур вариант. Вы можете интегрироваться с Prometheus и на базе анализис каких-то чеков, по сути, query в Prometheus, вы можете принимать дальнейшее решение по rollout. Выкатили 20%, а давайте посмотрим, как там у нас метрики. Повысились 400 и 500 или нет? Повысился memory consumption, повысился CPU consumption. Все это, в общем-то, работает. Дальше попробуем даже посмотреть, как это работает. Ну да, то, что я… да-да-да-да-да-да. И Argo Workflows – это еще один компонент Argo. Они мне не заплатили, к сожалению, но я попиарю немножко их компоненты. По сути, эта штука заменяет ваш CI-сервер. Теми же Kubernetes с Ямлами вы описываете CI-пайплайны, build-in docker image, run-in unit test, run-in integration test. Все можно хранить, опять же, в той же N в репке, хранить в декларативном Ямле. И если вы это скомбините с Argo CD, вам в идеале, если вам не нужен красивый UI-чик, вы можете сделать headless CI-CD. Абсолютно без ничего, используя только один Git-репозиторий. Ну или парочку. Да-да-да-да-да-да-да-да. Все, хватит. Давайте перейдем к каким-то демкам. Сейчас мы просто попробуем покрыть несколько кейсов, которые я уже описал. Я не буду вам рассказывать вот тот самый главный слайд с диаграммкой, как работает GitOps. Это то, к чему вы должны прийти. Я не хочу вам показывать, как я это сделал, потому что это точно не best practices. Я просто покажу, что может делать Argo CD на практике. Да, Kubernetes. Я уже… Так, консолечка. Накрутили. Что-то видно, да? Верхняя линия, надеюсь, видна. Так. Я задеплоил голый Argo CD с помощью дефолтного хромчарта, полудефолтных настроек. Реквест и лимиты увеличил, потому что с дефолтными out-of-memory килл из коробки. Стандартный value, стандартный Argo CD хелмчарт. Можете найти у них в проекте. Ничего интересного, ничего не менял. Конфиг весь закоменчен. На данном этапе у нас стоит такой. То есть есть Argo CD задеплоенный в Kubernetes кластере. У него есть кластер админ роль, дефолтная штука, которая сетапается хелмчартом. В нем нету ничего. Дальше мы попробуем задеплоить аппликейшн. Опять же, концепт. Вы можете хелмчартам. Есть хороший концепт application of applications. Вы можете сделать conditional rollout всех ваших аппликейшнов с помощью одного. Вы говорите, окей, я называю аппликейшн, там все мои аппликейшн. И под капотом у вас будет хелмчарт или кастомайз, или просто ванилла темплейты, где вы будете передавать другие аппликейшн. Соответственно, задав один аппликейшн здесь и указав ему путь к репозиторию, вы можете задеплоить все сразу. Дальше посмотрим, как это работает. Так, быстро. Что у нас есть? 15 минут. Зафоркал их официальные example apps, потому что не нравится. Так, да. Значит, у нас есть просто репозиторий. Он в открытом доступе. Кстати, закоммитить вы туда не можете, вы меня не похачите. Так, есть директория syncwaves. Дальше. Быстро. Что есть в этой директории? Есть mock-away job, которые называются upgrade SQL схемой. Она не апгрейдит SQL схему, как вы могли увидеть здесь. Она делает sleep 5. Ну, представьте, что это upgrade SQL схема. У нас есть хук, который называется, чисто проприетарный Argo CD хук, который называется presync. То есть state поменялся, Argo CD видит изменение state. Он понимает, что перед тем, как засинкать все остальные ресурсы, он должен заранить эту джобу. Ну, мы проапгрейдили SQL схему, деплоим условный бэкэнд, вообще unconditional, деплоим сервис к этому бэкэнду, дальше syncwave 1, то есть если вы указываете, если вы не передаете annotation syncwave, это означает syncwave 0. То есть мы задеплоили бэкэнд фронтэнд, следующую штуку, которую мы делаем, мы накатываем джобу, которая там поднимает, я не знаю, убирает maintenance payju с нашего фронтэнда. Потом мы деплоим фронтэнд, syncwave 2, следующий condition, и деплоим сервис рядом с ним, ну, и как бы все. Ну, джоба повесить maintenance, как бы тут тоже для красоты, чтобы показано, что это будет выполняться в третьем степе. И самое главное, вот эта штука before hook creation, это означает, что если Argo CD пытается заранить эту джобу, а она уже у вас существует, потому что, как вы знаете, джобы автоматически в кубернете все не удаляются. Она удалит ее, а потом заранит заново. То есть суперудобно. Давайте попробуем это заранить. У нас есть условно пустой Argo CD с UI-чиком. Пойдем. Так, сейчас я нервничаю, пальцы не попадают. Helm upgrade. Ну, да, берем values из root, то не меняем ничего в Argo CD и берем values из данной директории, которая задеплоит нам. Я забыл показать, что. Так, смотрите, мы у нас есть, описан прямо в Helm chart Argo CD, описан application. Так, да, вот так вот. Да, наш application идет в репозиторий, Argo CD идет в репозиторий, который я вам только что показывал, берет хед-ревизию, мастер-бранча, последний коммит, деплоим в локальный сервер, в Argo CD namespace. Вот это волшебная sync policy, которая говорит про он, если ресурсы пропали, мы их удаляем. Если ресурсы пропали не в репозиторию, вы их удалили руками, создаем заново. Ну и как бы тут описан стандартный дефолтный проект, который еще создастся после того, как мы применим изменения к этому Helm релизу. Он создаст проект, который скажет, можно юзать все, все без авторизации, берите, юзайте, и даже можно создавать namespace, если говорить про ресурсы, которые не namespaceятся. И вам надо их всех завайтлистить. И мы такие берем, что-то нажимаем. Надеюсь, интернет все еще работает. Тут можно посмотреть логи тиллера. Да, релиз заапгрейдился. Соответственно, так как тут у нас абсолютно рандомный полинг, аппликейшн должен был уже создастся. И сейчас мы, в общем-то, в UI-ке с не очень хорошим интернетом наблюдаем, как разворачивается то, что я только что вам показывал. Синг-степы сначала сделали апгрейд SQL-схему, задеплоили бэкэнд, выключили мейнтенец пейджу, задеплоили фронт-энд. Ну, я не хочу включать kubectl-прокси, но на выходе у нас получилась там nginx-страница. Все, мы ничего не сделали, мы просто указали, бери код из данного репозитория и работай с данными манифестами. Если вы не передаете config-management-плагин, Argo CD будет автоматически пытаться задетектить, что у вас там, helm-чарт или кастомайз, или ванилла-манифест, он все это детектит автоматически, кроме каких-то там корнер-кейсов сложных. Окей, пример прикольный, давайте что-то еще посмотрим. Что там, 10 минут, оставлю минут 8 на Q&A. Это не то, сейчас так. Окей, concept application of applications. То, что, скорее всего, если вы хотите делать wide adoption Argo CD, вам нужно будет делать именно так. Неважно, как вы задеплоите этот application, важно то, что вы описываете в одном application, все остальные application, которые у вас будут деплоиться условно в этом namespace. Как это работает? Сейчас покажу. У нас есть helm-чарт, локальный helm-чарт, лежит в templates, все, что касается этого helm-чарта. Для него лежат values, которые говорят, бери destination такой, деплой в этот кластер. Соответственно, с помощью этого концепта вы можете деплоить тот же самый application в несколько кластеров с помощью helm-темплейтинга, там, for loop, или вы можете деплоить множество аппликейшенов в один кубернетис кластер. Собственно, вот у нас такой кейс. Что мы тут деплоим? Мы тут деплоим всякое разное интересное. SyncWaves, которые у нас уже задеплоены были до этого, мы еще деплоим namespaces. Вот я только что показывал, я завайтлистил в проекте эти namespaces, чтобы Argo CD понимал, что ему можно деплоить namespaces не в его namespace. У нас еще есть кастомайз аппликейшен, который берется из того же репозитория, только из директории на уровень выше, и, ну, и в общем-то все, короче, так, да, 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 и, соответственно, сейчас попробуем снова сделать helm-апгрейт. Мы просто апгрейдим helm-релиз, передавая туда application of applications, который он должен по-хендлить. Давайте посмотрим, да, и тут у нас уже сразу, видите, у нас есть apps, соответственно, этот application задетектил то, что ему сейчас нужно задеплоить namespaces, но, соответственно, тут же должны отображены быть аппликейшены, но для аппликейшена у нас есть отдельный раздел. Соответственно, мы видим, как один аппликейшен развернул еще четыре аппликейшена, и они все посинкались, у нас есть синквей, вы, которые задеплоили то же самое, что я показывал, в общем-то, обновили, ну, не обновили, ничего не сделали, задеплоили helm-гестбук, helm-хуки и кастомайз-гестбук, используя helm, кастомайз и ванилла кубернетис-манифесты для namespace. Так, давайте еще что-то посмотрим. Восемь минут. Окей. Argo-relauts. Да, осталось две демки. Следующая демка будет показывать, как использовать нативную интеграцию с Argo-relauts. Argo-relauts. Опять пофорканный репозиторий. Директория. Мы натравливаем ArgoCD просто на этот репозиторий, эту директорию. Что у нас тут есть? У нас есть кастомный объект Argo-relauts. У меня уже задеплоенный контроллер Argo-relauts в тот же кластер. Он трекает все объекты Argo-relauts. Что у нас тут происходит? Ну, как бы, я надеюсь, тут целый дескриптив. У нас есть пять реплик. Мы условно разворачиваем RAV там 40%, две, да, две реплики, ждем 10 секунд, разворачиваем еще одну, ждем 10 секунд. Во время всего этого у нас выполняется, у нас деплоится сразу Canary Service, где мы можем увидеть результаты сразу же. И, то есть, результирующие, что должно произойти, когда rollout закончится. И у нас еще указан analysis template, вот, который называется success rate. Этот analysis template у нас лежит здесь. То есть, по сути, кто работал с флаггером, примерно работает так же сам. У нас есть template, в который передается, ну, ты уже захардкодил, простите меня за это, тут передается через аргументы, например, что какой backend вы хотите затемплейтить. То есть, я уже захардкодил, говорится следующее, на протяжении 10 секунд смотрим query в Prometheus, который находится здесь, и мы хотим, чтобы четырехсотых и пятисотых не было вообще. Соответственно, каждый степ будет прогрессить, если у нас не появится пятисотый. Если пятисотый появится, все назад откатится до версии, которая у нас имеется на данный момент. Take 6 минут. Helm upgrade. Update. Запускается rollout. Ну, да, потому что нам же теперь надо бомбнуть версию. Sorry, сейчас быстро. Мы просто задеплоили application. Первый rollout видит, что предыдущей версии нету, и никакие проверки делать не нужно. Поэтому мы идем сюда, открываем наш репозиторий, который я только что вам показывал, идем в rollout с анализом и бампаем версию blue до green. Green. Делаем commit. Webhook не настроены, поэтому мне надо будет зайти, oops, enterprise-grade security. реклама криптона тоже не заплатили. Так, ну, соответственно, делаем ручной синг. Давайте посмотрим, что из этого получится. Я очень надеюсь, что тут DNS зарезовывается. Да, мы сразу можем видеть, как у нас была синяя версия, и, соответственно, мы видим внизу количество реплик зеленых и количество реплик синих, и как трафик, куда реквесты попадают, когда мы стучимся на этот endpoint. В итоге автоматически нам также создался Canary, что там, тест, наверное. А? Демо, спасибо. Ну, еще не резолвится, в Амазоне все апдейтится 10 тысяч лет, я уже не буду ждать, пока DNS заапдейтится. Соответственно, мы просто наблюдаем в реальном времени, как проходит rollout, проверяет в промитию симметрики и выдавливает старые версии реплик, которые возвращают синие кружочки, и вместо них появляются зеленые кружочки. Ну, уже, собственно, мы выкатились там по 10 секунд, степы стояли. Окей, последний пример, не знаю, для меня самый интересный. Я назвал его Unforc, тот кейс, который я вам рассказывал. Мы хотим, используя upstream chart, сделать в нем изменения, не делая форк. Мы просто берем и сверху наваливаем кастомайз, так как у нас есть лакшери сделать хелм-темплейт и поверх него делать любые автоматизированные чинжи. Как это работает? Мы прям, опять же, в хелм-чарте, в хелм-вэльюс Argo CD задаем новый конфиг-менеджмент плагин, который называется customized хелм, соответственно, init команда, да. Мы должны определить две команды. Init команду и generate наш итоговый кубернетис ванила yaml команду. Все. Как мы видим, мы делаем хелм-темплейт, получаем результирующий, yaml, сохраняем его файл и накатываем на него кастомайз. Как это выглядит вот здесь? Сейчас попробуем очень быстро показать, как это выглядит. Да, вот. Соответственно, там стандартный хелм-чарт и вот, что мы делаем. Добавляем там priority class name, который лежит вот рядом с ним, который уже у меня заапплайн, high priority. Например, вы не можете это сделать в хелм-чарте, но вы можете это сделать вот таким красивым хаком. Давайте попробуем. Так. Сори. Так, так, так. 4G интернет? Ну, вроде все работает. Можем пойти к kubectl, get pods. Наверное, оно где-то в namespace Argo CD. Сейчас. Надо посинкать, наверное. А, нам надо выбрать, какой конкретный. Ну, что-то не работает, как обычно. Reference in project. В общем, оно работает. Вот. Это уже. Давайте. У нас осталось две минуты. Вопросы. Как этот весь флоу с Argo CD работает с секретами? С тем же Волтом, например. Да, отличный вопрос. У меня есть отличный ответ. Не используйте кубернете секреты. Ну, никак не работает. Ну, вы можете сделать кастомный плагин, который, например, как вы менеджите секреты? Вы ложите их инкриптед в инкриптед виде в свой репозиторий или нет? Нет, мы их достаем из Волта. Ну, продолжайте доставать из Волта. Вы достаете из Волта все ICD? Да. Все ICD. Логинится Волт, достает и подсовывает хелмфайл через nvariable, например. Ну, с этим флоу, к сожалению, вы не сможете смачить. Но как делаем мы? У нас mutation webhook и все просто автомагически делается. То есть вы передаете обычный декларативный темплейт, в котором указываете, куда пойти в Волт и забрать value данного ключа и заинжеките как environment variable. Почитайте, как Banzai Cloud это делает. В таком кейсе, если, опять же, это у вас proto-GitOps, когда вы централизованно наполняете, да, где-то сначала свой темплейт секретами. Соответственно, у вас в CI-CD, у CI-CD есть доступ в Волт, правильно? И вообще во время билда. Да, он временный. Ну, вот, если вы хотите перейти на полный GitOps, то вам, в общем-то, нужно делать автомагию, как у нас, например, с mutation webhook. То есть вы с помощью Kubernetes authentication backend вашим подом запускаете в нем агент Волта, там, в init-контейнере, например. Это все, опять же, происходит автомагически. Например, девелоперы об этом не знают. Вы запускаете, логинитесь в Волт своим сервис-аккаунтом, который премаунчен в под, достаете секреты. У вас у данного пода есть только доступ туда, куда ему нужно иметь доступ. И инжектите их как environment variable. Ну, звучит сложно, с init-контейнерами дополнительными. Оно все делает само. У вас есть mutation webhook, который вам похачит все ваши манифесты, диплойментов и stateful сетов и демон сетов. Вам нужно просто мейнтейнить данную платформу. Это, по сути, платформа. И одна точка входа. Можно делать mutation webhook и AHA, несколько реплик, все работает. Хорошо, спасибо. Ноль минут, ноль секунд. Здравствуйте, спасибо. Очень интересный доклад. Скажите, пожалуйста, вот workflow плюс CD плюс verve. Пробовали уже, как оно все вместе работает? Verve не пробовал, у меня религия не позволяет. Мне кажется, что все слишком сложно. Вот то, что человек только что сказал, выглядит сложно, для меня не очень сложно. А verve кажется сложным. Билд интересный. Я думаю, verve можно использовать как кастомный конфиг-менеджмент плагин и так же самое рендерить verve кубернетис темплейты и apply-to-argo CD. Я думаю, это отличный кирс. Ну только для CD, а для CI нет. Тут просто у verve очень интересный же этот идет MSCI на уровне докер-билда. Они там его по-хитрому на несколько стадий. Что они теперь используют? Раньше там chief был, потом менте был, по-моему, добилда докер-файл. Ну вот, может, с 2018 года, с Highload, по-моему, был. Они все это разбивают на 5 стейджей, фактически. Вот. Все там убирают, все обрезают. Нечто похожее делает, еще граммарли, насколько я узнал сегодня. Нечто похожее. Но это все уже в одной утилите. Вы всю эту штуку просто пихаете в VARGO work close и говорите, степ 1, 2, 3, билдим верфом, пушим в докер-регистри, степ 4, бампаем версию докер-тега и все накатываем сверху Argo Allowed и результирующий манифест. Я думаю, должно быть круто. А еще трое момент. Sync Waves. Они где-то визуализируются, как они идут? Или это только вот в темпе. Да, мы, если вы успеете заметить, как все визуализируется, то здесь все визуализировалось. А, вот здесь все в реальном времени апдейтилось. У них, по-моему, вебхуки под капотом, если я не ошибаюсь. Также у них есть gRPC API, соответственно, вы можете через клишку ходить в gRPC API. А выгребать их сразу да? Да, вот сюда надо смотреть. Появляются, моргают, тут не все идеально. То есть Sync Waves еще не очень хорошо отображаются в UI, но вы видите, что вот тут все происходит. А нумерация только? Нет, тут нету. Тут, да, к сожалению, она никак. Идентификации приоритетов Sync Waves здесь нету. Ну, через NM Convention можно, по идее, выводить. Спасибо большое. Пожалуйста. Дуже цікаво. От мы пробовали интегроваться с Flux CD, не с Argo. И, по суті, помітили наступное, что концепт сам крутий, типа, звісно, там инвертованный deployment, то вы просто декларативно описываете все через Git, все круто. Но есть один нюанс. Он подходит в том, что, насправді, если вам нужно сделать очень быстрый реверт, ровбэк, просто митевый, типа си-найм-ченч, то сделать его почти невозможно. Почему? Потому что все идет через недетерминованный процесс Sync. Принаймно, на Flux CD, то есть, апдейт, скажем, версии, займал, ну, у нас, принаймно, может, мы криво настроили кластер, не знаю, но он занимал хвилини просто-напросто. А какой руткоз этого всего? Ну, девопсы дивляться, не знаю. Типа, я не есть девопс, я просто скажу, с точки зору репликейшн инженера. Скорее всего, может, у вас был настроен полинг, и, соответственно, в идеальном мире вы хотите, чтобы каждый change пушился в Argo CD, у них есть вебхук-приемник, пушился из гитхаба условного, да, и вы моментально реагировали на те change, которые запушили репозиторию? Не совсем. Нам, в принципе, нас влаштовує синхронизация, асинхронная. Это все нормально, это очень крутая концепция, типа, от, например, elastic-бинток, там еще какие-то такие старые тули, но есть возможность просто сделать синейм-свап. Хлоп синейм-свап гарантует просто в секунди, ну там, все з похибкою, известно. А вот эта тули, ну або, принаймні, их класс тули, такой, какой гарантии дать не может, потому что, по суті, в мене реверт будет типа гит-комит, який пиздеще мая синхронизнутися, мая пройти там, не знаю, пол, типа, пол и так дальше. Ну, в идеальном мире вместо гит-реверт вы просто сверху пушите. Ну, опять же, тут уже это концептуальный вопрос, а нужны ли нам хот-фиксы, да? А если нам нужны хот-фиксы прямо на прод, то у вас должен быть план Б, и вы должны в свой environment-monorep в описании прода просто напрямую это коммитнуть с каким-то тегом CI skip. Соответственно, все ленты вы скипаете, и, ну, это вопрос 10-20 секунд. Просто, наприклад, вы сказали такую фразу, что на этих, чтобы я, ну, я знаю, наприклад, что у меня кубернерс дипломит, где, как мне зробить си-нейм-своп, я могу запатчить просто ингресс, правильно, наприклад? То вы… Не, ну, понятно, с этим не сравниться, но… Не, а просто вы сказали, что, если я запатчу ингресс, наприклад, да, куб-сити-лаплай, то та тула меня просто вернет назад. Это опционально. Вы выключаете self-heal, и она вам ничего не делает до следующего раза, пока она сама не увидит изменений стейта в environment-репке и не попробует его пытается их за-реконсайлить. Это опционально. И еще одно спостережение. Вот у нас, наприклад, есть проекты, где, насправді, уже есть legacy CI-build, да, и CI-build складный. То есть там, где, скажем, есть smoke-тесты, acceptance-тесты, perf-тесты. И, по сути, если иммигровать истинные проекты из императивного CI-а, да, в такую модель, то, по сути, весь CI тебе переписывают, причем полностью, потому что, например, Flux, взагалі, ну, там без вариантов, на всякий я бачу. Тут вот, при наиме, есть есть вариант, типа, CI-а, ну, модели CI-а, когда у меня, типа, есть залежности между job'ами. Да, есть workflow, и есть уже, когда вы деплойте, если вы хотите, например, во время деплоя сразу после деплоя проранить какие-то тесты, ну, не long-running, не те, которые десять часов раните, вы это с помощью Syncwave делаете. Да, вам надо все переписывать, если вы это ищу, если вы думаете, что у меня есть какая-то магия, к сожалению. Нет, я просто делю своим спосторажением это. Да, да, вы все верно говорите. Если у вас уже есть очень массивный какой-то CI-CD, то перейти на GitOps будет сложно, потому что вам надо просто, по сути, выбросить, да, все свои старые тулзы и все пайплайны и все полностью переписать заново. Дуже дякую. Пожалуйста. Спасибо за доклад. Такой вопрос. У вив-флакс есть сил-сикрет контроллер, с помощью которого мы можем дефинить чувствительную информацию и складывать потом в Git. В VARGO это есть. Ну, если я, например, там, не знаю, initial админ пароль, там, не знаю, кассандрик хелм-чарту хочу там задефинить или там докер-пул-сикрет. Например, я тоже дефинию namespace, докер-пул-сикрет и ролл-бандинги. И вот хочу чувствительную информацию складывать в Git, не хочу я разворачивать Волт. Ну, собственно, и проект. Есть много способов решения этой проблемы, если у вас есть Argo CD, но не с помощью Argo CD, к сожалению. Ну, тоже на сторонник. Вам нужно, по сути, задефинить новый configuration management плагин, который будет называться Helm, плюс что-то там, достаем секреты и наваливаем их сверху на ваш Helm template. Или же вы просто достаете все с Волта и радуетесь жизни. Но нету никаких интеграций с secret backend, ничего такого, все декларативно. Все или должно лежать в репозитории, или описано рядом, как накатить сверху на Helm template, который вы отрендерите. Ага, окей. И второй короткий вопрос. Flux, например, если я закоммитил поломанный YAML, он там становится, он ничего не синкает. Там он выстраивает очередь из манифестов, которые нужно заэпплать. Потом он говорит, ой, да ты там завтыкал с этим полем. Или там если Helm release объявляешь и с Values тоже набакопорил, то он становится Helm released failed и прочее. А вот Argo как хендлит такие вопросы? Все то же самое. То есть нужно опять же посмотреть логи, задетектить, пойти поправить вот это вот все. Тиллер логи, Helm LS и все такое. Никакой магии. Единственная магия, которая не очевидна, это handling CRD, к сожалению. Ну там понятно, да. Спасибо. Еще есть вопросы? Спасибо за доклад. Спасибо.